Привет и добро пожаловать на подкаст Истоки. Я Лоренс Краус. Что еще не было сказано о Моми Холмском? Он известен по всему миру, возможно, как самый важный на неживущий общественный интеллектуал. А его работы были представлены почти каждым автором в их сочинениях и гуманитарных науках. И он без преувеличения является отцом современного языка знания. Ном служил для меня моделью для подражания с того момента, как я попал на его первое занятие по внешнеприотическому курсу. В то время я писал свою докторскую по физике в Массачусетском технологическом институте. Я наблюдал, как он поступает в Кембриджи, с каким великодушием и знанием делаем. Мы беседовали на сцене три года назад на проект Истоки, и мы обсудили множество вещей, начиная с языка и сознания, и заканчивая политикой. Однако это было еще до Дональда Трампа, Брекцина и всего прочего, и я был счастлив иметь возможность обновить наш диалог. Как всегда, он был проницательным, информативным, провокационным и гениальным, демонстрирующим уникальные отношения к проблемам, которые не встретишь в американской Масс-Медиа, все вышеперечисленное делает невероятно важной нашу сегодняшнюю встречу. Подписчики Патреона смогут найти полное видео данной программы сразу же на patreon.com, косая черта, оригинсподкаст. Итак, мы начинаем. Но, это потрясающе снова встретиться с вами здесь. У нас с вами была одна из моих любимых бесед перед публикой, я думаю, года три назад. Я знаю, в это сложно поверить, но я отчитываю это, исходя из того, что это было до выбора Трампа. Удивительно то, что за эти три короткие года, кажется, так много всего случилось. Да, верно. Но это все не только про Трампа. Вязать хотя бы то, что случилось в Северной Корее, в Сирии, в Израиле, в Венесуэле, в Бразилии, везде. Просто удивительно, сколько всего произошло за эти три года. И даже в нашей родной стране все эти дебаты о свободе слова и так далее. Хочется из того, что случилось, я был бы рад обсудить. И, с другой стороны, чем больше что-то меняется, тем больше он остается прежним. Да, появляются новые проблемы, но лежащие под ними причины и факторы не сильно применяются. И то, о чем я размышлял после того, как я проанализировал наш разговор, мне вспомнилась одна книга, которую я недавно прочитал. Это старая книга Ричарда Ховштадда 1960-х годов, а именно «Антиинтеллектуализм в американской жизни». И мне было интересно читать ее, поскольку она была написана как ответ Маккартизму. Если я не ошибаюсь, она была издана в 1961-м. Я думал, что я начну тестировать эту книгу в начале этой книги, в 1961-м, где автор использовал цитату Эмерсона, который писал, «Позвольте нам излагать факты так, как они есть. В нашей Америке плохое имя за ее поверхностность. Великие люди и великие нации не были пловными и шутами, а сталкивающиеся лицом к лесу с ужасом жизни. И я хотел попросить вас прокомментировать это, прежде чем мы перейдем к обсуждению политических вопросов». Что ж, Эмерсон был интересным мыслителем, но во многих вопросах он, к сожалению, иллюстрирует вещи, которые он критикует. Согласен? Например, это не совсем по нашей теме, но, тем не менее, его отношение к гражданской войне в США. В самом начале он был пацифистом. По факту, в некотором смысле он был за войну. Он полагал, что она приведет к распаду штатов и ослаблению власти штатов, что, возможно, было бы выгодно. После битвы при Буране он стал энтузиастом в числе сверхпатриотов. Это то, что интеллектуалы делают каждый раз, как только начинается конфликт. Мы энтузиасты только на нашей стороне. По факту, если вы посмотрите назад на трансцендентализм, то его группы и некоторые дающиеся интеллектуалы в Соединенных Штатах или где-либо еще, один не поплыл по течению, Натаниэль Готтерн. И он был своего рода исключен. У него есть одна очень интересная статья, которую вам, возможно, захочется изучить. Да, конечно. Если вы еще ее не читали в Атлантическом Межмесячнике. К концу войны в 1864-м Готтерн решил просто поехать на юг, чтобы посмотреть. Но потом исход войны стал разумно ясен. И он написал статью в поддержку Севера, но с долей скептицизма. Например, он брал интервью в тюрьме у южных заключенных, где он сказал довольно сочувственно. «Послушай, это просто нищие фермеры. Они не преступники войны. Их просто притащили, чтобы они защищали свои дома» и так далее. И мы должны относиться к ним добрее. В любом случае, интересная вещь в статье, это не только его комментарии, которые действительно интересны, но и интерполяции. Редакторы согласились опубликовать ее, но только если им разрешат. А это был либеральный интеллектуальный журнал. Если бы им разрешили интерполировать комментарии, критиковать то, что он писал на протяжении всей статьи, в которой представлен умеренно сочувствующий взгляд Готтерна на людей, страдающих и защищающих свои дома, то либеральная интеллектуальная интерполяция сказала бы «нет». Ты не можешь писать о таких вещах. Ты должен быть сверхпатриотом. И это очень показательно для истории интеллектуализма во многих аспектах. И если вы посмотрите на истории интеллектуалов, то вы обнаружите, что это работает в том же ключе. Вообще, сразу после этого периода был субтитр Дрейфисом, что в действительности было первым разом, когда слово «интеллектуал» начали использовать в его современном понимании. И это очень интересно, что сегодня мы почитаем слова Дрейфиса, старого предка Эмали. Но в те времена они подпрыгались жестоким нападкам со стороны бессмертных французской академии. Как смеете вы, простые писатели и художники, критиковать наши наземные институты и так далее? Подобного рода заявления. Золя был вынужден бежать из страны. Давайте пойдем дальше. Не из-за того, как мы встретились в поздней 60-е, грубо говоря, в 66-м, 67-м, Мак Джордж Банди, бывший декан Гарварда, советник президента США по национальной безопасности при Кеннеди и Джонсоне, написал статью по международным делам в главном журнале, где он обсуждал критику вьетнамской войны. Он подтвердил, что критика тактики являлась легитимной. И затем там было то, что он назвал дикими людьми за кулисами. Людьми наподобие Хоффермана Золя, которые не только критиковали тактики, но и поднимали вопросы о наших мотивах. Держу Париж, что вы были одним из тех людей за кулисами. Еще бы. И эта тема проходит красной нитью через всю историю. Ты возвращаешься к классической Греции, где был тот парень, который пил болиголов, развращая финскую молодежь, задавая слишком много вопросов, вплоть до настоящего времени. И это очень интересно поднимать вопрос Эммерсона. Это была очень видная и почитаемая фигура, но не лишенная уязвимости. Нет, мне нравится этот статус за множество ее аспектов, за ее историю, и, конечно же, за ее мнение о том, что великие нации не были клоунами и шутами, что резонирует в некоторых случаях с сегодняшним временем. И эта идея о том, действительно ли антиинтеллектуализм превалировал, и в какой степени это было хорошо или плохо, это хороший вопрос. К примеру, существует несколько видов интеллектуалов, среди которых дикие люди за кулисами и те, кого иногда называют стенографистами власти. И мы должны определиться, к какому лагерю примкнуть. Но я думаю, что у тебя, безусловно, могут быть разные мнения на их счет. Да, мы говорили об этом за обедом, я узнал от вас в первый раз, когда мы встретились, когда я сидел на занятии по внешней политике Америки, будучи студентом МТИ. И лично для меня это был шокирующий факт, который реально удивил меня, поскольку я всегда своего рода преклонялся перед академией, и она всегда являлась неотъемлемой частью моей жизни, вплоть до настоящего момента, но осознание того, что в некоторых случаях во время вьетнамской войны последние, кто принимал ее безнравственность, были академики, о которых я всегда думал, может быть, потому что я узнал это от вас, но я всегда думал, что любивающие позиции занимали академики. Но это были студенты, это была общественность, возможно, вам есть что добавить. Я бы вывел это за пределы академиков, к интеллектуальному сообществу в целом, с некоторыми исключениями, и там всегда присутствуют Натаниэль и Ном Холмский. И еще один важный момент. В большом счету заключается в том, что по правде вы получаете яркую картинку этого. Но прежде всего не забывайте, что оппозиция в войне проявила себя очень поздно. Война по факту началась в ранних 50-х и шла до 60-х. Порядка 60 или 70 тысяч людей были убиты в Южном Вьетнаме просто из-за репрессивного режима государства, которому мы оказывали поддержку. Кеннеди усилил войну в 1961-1962-м, уполномочив американские воздушные силы начать бомбить сельскую местность Южного Вьетнама, маркируясь под Южным Вьетнамом. Но никого не провели. Тогда не разрешили напалмы, это было очень серьезно. Они начали применять химическое оружие, чтобы отравить посевы и домашний сход, чтобы согнать сельское население в концентрированные зоны, называемые стратегическим планом Гамлета, где их защищали от нападения партизанов, которые были поддержаны США, что мы знаем из внутренних рецепрессионных документов. И это не было протестом. По факту это было... Я приведу тебе один пример. Когда в 1965-м, кажется, в 1964-65-м, бывало, я проводил год в Гарварде в качестве приглашенного научного сотрудника по когнитивным наукам. 19 февраля 1965-го года война против Южного Вьетнама уже наполовину разрушила страну, но США обострил войну к Северу. И человек, который был в большей степени ответственен за это, был МакДжордж Банди. И он был приглашен произносить речь на июньском вступительном экзамене в Гарварде. И пара студентов инициировала достаточно легкую петицию. Правильно ли это приглашать того, кто только что без причин начал войну против другой страны? И поскольку я был там, они спросили меня, могу ли я собрать несколько подписей от преподавателей. Практически невозможно. И это был 1065-й. В том времени война была уже в самом разгаре. В октябре 1965-го года был международный день протеста. В то время ты, возможно, учился в начальной школе. Да, я был в Канаде. Но это не был международный день протеста. Да, и это интересно, поскольку это был 65-й. Потому что некоторые думают, что протест был позже. Конечно, и, может быть, американская медиа уже, возможно, вы собирались об этом сказать. Да, то, что случилось, это любопытно. Я говорю о Болстоне, самом либеральном городе в стране. Мы попробовали провести демонстрацию в Бостоне, чтобы присоединиться к международной демонстрации. И мы отправились в Бостонский парк, отмеченный на карте. И я должен был быть одним из спикеров. И я был полностью разбит антидемонстрантами. По большей части случайные интересы студентов привели к разгробу этой демонстрации. В Бостон-Глоб, может быть, о самом либеральном журнале в стране, ты смотришь на обложку на следующий день и видишь следующую надпись, осуждающих демонстрантов, как смеете вы, очень в стиле бессмертных французской академии, как смеете вы нападать на наши благородные институты, и так далее. Это октябрь 1965-го. В марте 1966-го был еще один протест. Мы решили, что мы не можем провести массовую встречу. Мы проведем ее в церкви. И церковь атаковали. В то время Вьетнам в прямом смысле этого слова был почти разрушен, что подтвердил Бернард Фолл. Самые уважаемые военные истории эксперт по вьетнамской войне, который не был голубем, но которого действительно волновала судьба вьетнамцев. Он писал в то время о своих опасениях, о том, что Вьетнам может навсегда потерять свой культурно-исторический облик под гнетом серьезных атак, которым когда-либо было подвержено государству подобного размера. Это было в тот момент, когда мы, будучи в либеральном Бостоне, не могли провести встречу в церкви, не подвергнувшись нападению. После этого, наконец-то, оппозиционное движение развилось в большей степени за счет молодежи. Но давайте перейдем к 1975 году, когда война закончилась. Говорилось, что официальная война была закончена, и, конечно, каждый должен писать об этом, что это значило. Вы смотрите через весь спектр публичного мнения и масс-медиа, и они своего рода поделились на ястребов и голубей. И, грубо говоря, ястребы заявляли, мы получили удар на желт в спину, мы боролись недостаточно сильно, если бы мы воевали сильнее, мы бы выиграли и так далее. История с голубями всегда намного интереснее. Они поставили своего рода предел на ведение борьбы. Поэтому вы идете еще дальше, до конца, говорит Энтони Льюис в Нью-Йорк Таймс. Жесткий критик войны. Крайне интересная статья, в которой он писал. Война началась с бестолковыми попытками привести это к чему-либо хорошему. Бестолковыми, потому что они не вели ни к чему хорошему. Потому что это тавтология. И вам даже не нужно это аргументировать, это как дважды два четыре. И он еще один дикий закулисный. Они сказали, к 1969-му это стало очевидной катастрофой. Мы не могли создать демократию в Вьетнаме ценой и приемлемой для нас самих. Поэтому это было действительно страшной ошибкой. Теперь, возвращаясь к нашему времени, примерно так далеко вы можете зайти в критике, чтобы сказать, что эта война была ошибкой. Интересно, с этой точки зрения, общественное мнение было осторожно отобрано. Чикагский совет по международным отношениям провел обширное исследование общественного мнения в 1965-1966 годах. Конечно, они задавали вопросы о том, что вы думаете о Вьетнамской войне. И ответы были интересны. Около 70% населения сказали, что это не ошибка. Это в корне неправильно и морально. Этот вопрос продолжили задавать в течение следующих 15 лет, примерно до 1990 года. И ответы практически не менялись. На некоторое время они прекратили опрос. Последний раз, когда они опросили одного выдающегося социолога, кто отвечал за исследованиями. Они спросили его, что люди имеют в виду, когда они отвечают это. И он сказал, они имеют в виду, что было потеряно слишком много жизней американцев. Ну, это вполне возможно. И это можно было бы обнаружить, задавая не другой вопрос. Мы также не исключаем, что люди имели в виду то, что говорили. Но это было абсолютно бесцендно. И это интеллектуальная история. Хорошо, мы к этому еще вернемся, потому что я хочу рассмотреть это в разных контекстах. Одна из причин, по которой я был бы счастлив на часть исторической перспективы, конечно, это всегда здорово смотреть на настоящее под этим контекстом. Я читал то, что сейчас является моей любимой цитатой Марка Твена, который сказал, что история не повторяется, она ревнуется. Я хочу поговорить о том, что происходит в мире в рамках данного контекста, затронув то, что действительно происходит, и то, как это воспринимается, от внутренних дел до международных. Конечно, мы можем говорить об этом часами, но мы посмотрим, как мы можем это сократить. Давайте определимся. Вы можете выбрать на ваше усмотрение. Мы можем начать с Венесуэлы, с Северной Кореи, Израиля или Трампа. Я хочу в это углубиться, чтобы узнать, что действительно лежит в сути вещей, потому что эта идея об американской исключительности кажется такой преобладающей. Счастью этого является идеей, которая опять возвращает меня к нашей первой встрече. Это идея о том, что каким-то образом Соединенные Штаты выделяются среди других стран, потому что мы всегда хотим сделать что-то хорошее. Другие страны были имперскими державами, но их намерение не состояло в том, чтобы делать добро. Я помню, как мы тогда разговаривали, и я сказал, что если бы пятилетнего ребенка спросили, руководствует ли американская внешняя политика чем-то иным, чем все другие государства на протяжении всей истории, то он бы ответил, что нет. Но каким-то причинам это воспринимается как целенаправленность США и везде проявляет свой альтруизм и вмешивается в дела других стран, что, возможно, иногда имеют и плохие последствия, которые списываются просто на ошибку, никаких злых умыслов. Я до сих пор прослеживаю идеи в интерпретациях того, что происходит. Бессонковые попытки сделать что-то хорошее. Точно. И этот пятилетний ребенок, выдуманный тобой, отражает 70% населения под конец Вьетнамской войны. Поэтому давай посмотрим на сегодняшние газеты. В Нью-Йорк Таймс есть статья, написанная Дэвидом Сангером, одним из ведущих аналитиков по безопасности. Статья о том, как справиться с новыми формами российской агрессии и новыми формами российского вмешательства. И там есть несколько интересных строк. Например, это предложение. Оно не является нечто особенным, но оно говорит о следующем. Время НАТО улучшить свои оборонительные возможности на российских границах. Разве это не кажется смешным? Я имею в виду, что, согласно Варшавскому договору, Польша усилила свои оборонительные действия на границах Мексики? Нет. Мои исключения. Если мы устанавливаем поиск на российских границах, то это только, чтобы защититься. Если мы устанавливаем антибаллистические ракеты на российской границе, то это только для оборонительных способностей. Статья в брошюре «Ученые-атомщики». Одна из ведущих статей – это Эдора Постола. Недавно как раз указала на это. И даже если они просто защищаются, то это первое столкновение с ними. Да, это как раз то, что волнует. И это нормально. Как сказал президент Обама, чтобы защитить Европу от уранских ракет, которых не существует... Да, эта идея о том, что мы защищаем Европу от ракет, которых не существует, всегда поражала меня. Такое иногда может быть. Но это является оборонительным маневром, особенно на российской границе. Потенциально они намекают, если бы я был... Но я уверен, ты не увидишь комментарии об этом, поскольку это своего рода здравый смысл. И поэтому, когда вы в первый раз сказали об этом, что кто-то думал, что может быть установление ракет на пыль могло быть с целью защиты. И по факту это так и было. И этот факт был хорошо изучен специалистами своего дела. И это довольно хорошо согласуется с изученными материалами. Какие основания были у Хрущева сделать такой безрассудный шаг? По факту их было два. Первое связано с тем, о чем ты сказал. Что США ввели крупную террористическую войну против Кубы. Очень серьезную террористическую войну. И если мы предположим, что русские не владели подробной информацией, хотя они, безусловно, знали, что происходит, как и Куба. В августе 1962-го Кеннеди издал меморандум о национальной безопасности, который призывал к террористическим операциям. Террористическая операция «Мангус», ведущая к попыткам поднять восстание на Кубе, была усилена, что заставило США вмешаться в октябре 1962-го года, установив ракеты. Я не думаю, что Кастро и Хрущев читали внутренние записки. Они и так могли видеть, что происходит. И это была первая причина. Вторая. Когда Хрущев вступил в должность, он осознал, что экономика России даже рядом не стоит с экономикой США. В действительности, одна лишь Европа легко превосходила Россию в этом плане, оставляя в стороне США и Канады. Поэтому он призывал к взаимному уменьшению наступательного оружия, чтобы Россия могла двинуться в сторону экономического развития. Кеннеди отказался. И вместо этого он знал, что военные США намного превосходили. Он устроил самую масштабную сборку оружия в истории. И через короткое время одним из мотивов Хрущева установить ракеты на Кубе было стремление сбалансировать положение. И это было ключевой проблемой, которая чуть не привела к ядерной войне. США просто окружили Россию ракетами и ядерным оружием, что выступало как оборонительное поведение на российской границе, включая юпитерские границы в Турции. Но Кеннеди не знал об этом. Как-то раз он сказал Банди, это если бы мы установили ракеты в Турции. На что Банди ответил, мы уже мистер президент. Оказалось, что это были устаревшие ракеты. И препятствий в их выводе был уже в процессе, поскольку ракеты заменяли на якобы неуязвимые подводные лодки «Полярис», которые были намного опаснее и смертоноснее. Хрущев ввел ракеты в Кубу, чтобы немного скомпенсировать действия США для сглаживания подавляющего превосходства Америки и ее отказать сокращение оружия. Во время кризиса, как ты помнишь, эта проблема с ракетами в Турции встала ребром. 27 октября кризис достиг своего пика, и Хрущев написал Кеннеди письмо, говоря, давай закончим с этим, прежде чем мы взрываем весь мир. «Мы выведем ракеты с Кубы, вы выведете ракеты с Турции». Мы сделаем это публично, и с этим будет покончено. На тот момент субъективная оценка Кеннеди вероятности ядерной войны была выше 70%, что крайне нелепо. Он отказался от войны, что стало знаком того, что он и Хрущев встали на путь отступления. Они заключили секретное соглашение, не вынося ничего на публику. Идея такая, у нас есть абсолютное право держать на российской границе устаревшие ракеты, которые мы заменяем на даже еще более смертоносные, но они не имеют право ставить что-либо в нас. Это очень похоже на то, что происходит сегодня. У нас есть право усиливать оборону на российской границе, которая уже и так огромная. Но если Россия посмеет ввести что-либо в Венесуэлу, то мы взорвем мир. История рифмуется, и думать об этом крайне полезно. Я рад, что вы сделали этот переход, потому что я тоже хотел сказать о Венесуэле. Упоминалось, что да, было время, когда США затихли. Но особенно в период экстремального военного превосходства США воспринимали как силу готовности удар. Мы никогда не отказываемся от нанесения ударов. Многие люди это не знают, но мы никогда не говорили, что мы не будем наносить удар первыми. Но в то же время были серьезные обсуждения о самом первом ударе США, прежде чем Россия, и на то время Советский Союз мог догнать нас. И здесь я хочу упомянуть книгу Эльсберга. Да, я читал ее, и мы к этому вернемся. Но сейчас я бы хотел сказать пару слов о Венесуэле. Итак, здесь, как пишут в газетах, мы делаем или пытаемся сделать нечто хорошее в Венесуэле. И я бы хотел услышать о перспективах наших добрых дел в этой стране. Является ли это очередной оброшенностью или нет? То, что мы делаем с Венесуэлой, это наложение невероятно жестких санкций, которые подбивают практически всю страну, удушая население. Население Венесуэлы противится санкциям. Ведущий экономист оппозиции Франциско Родригес, один из самых знатных комментаторов, выступающих против санкций, он говорит, что они превращают серьезную проблему в абсолютную катастрофу. Почему мы продолжаем это делать? Потому что мы пытаемся нести добро. Мы хотим поставить у власти нашего парня, о котором мы почти ничего не знаем, кроме того, что он ярый сторонник неофашизма. Болсонаро. Они в каком-то роде критикуют политику Мадуро, что в принципе вполне законно. Да, я как раз собирался сказать, какой смысл потисковать государство, которое не представляет для них никакой ценности. Оно подавляет, поскольку ведет ужасную экономическую политику. Очень много всего не так. Но почему мы должны навязывать выбранное нами государство, подтвергая население страданиям и повиновению? Так это то, что мы всегда и делаем. Кто страдает от санкций в том же Иране, например? Да, но опять, какое право мы имеем делать это? То же самое с Китаем. Это считается само собой разумеющимся по всем направлениям. Я не могу найти исключения. Это является законом для США и Европы. Большей степенью для США препятствует развитию китайской экономики. Они двигаются вперед с определенной формой развития экономики. И предположим, что нам это не нравится. Нам не нравится то, как они это делают. Поэтому мы постараемся поставить блок на развитие их экономики. И это то, что вы называете законностью. В сущности, здесь поднимается еще один вопрос. В нынешних переговорах, согласно Трампу, камнем предкновения являются права на интеллектуальную собственность. Они якобы не соблюдают права на интеллектуальную собственность. Если точнее, то речь идет о непомерных патентовых ограничениях, радикально противостоящих свободной торговле, что встроено в систему организации всемирной торговли для защиты американских корпораций. Мы хотим, чтобы Билл Гейтс был самым богатым человеком в мире. Исходя из этого, Windows должен обладать монополией, а цены на лекарства должны доходить до небес. Поэтому введены жесткие патентовые ограничения на фармацевтику. Предположим, что Китай будет игнорировать это. Кто тогда пострадает? Ну, у Билл Гейтса будет немного меньше денег. У компьютерных пользователей появится возможность находить более интересные программы и лучшие компьютерные обеспечения. У фармацевтических компаний вместо десятков триллионов долларов будет несколько триллионов долларов. У людей появится возможность покупать более доступные лекарства. То, что это сократило бы инновации, является спорным. Если вы посмотрите в это, то вы поймете, что это не имеет ничего общего с инновациями. Это Windows, и не мне вам говорить развитие компьютеров, внутреннего обеспечения, интернета и так далее. Это все было в учебниках десятилетиями. То же самое с фармацевтами. Если ты пройдешься по МТИ, ты увидишь фармаса, файзера, всех мастеров. Они все там, подпитывающиеся научными достижениями, полученными в лабораториях, зачастую за счет средств государственного бюджета. Если бы ты вернулся туда 50 лет назад, то ты бы увидел Ратиона. Это потому, что электроника стояла на передовой линии экономики. Сейчас это биология. И это будет в каждом исследовательском университете, не только в МТИ. Итак, возвращаясь к Китаю, интеллектуальные собственности. С чего они должны принимать во внимание права интеллектуальной собственности, которые были придуманы США и другими богатыми странами? Теперь давайте обратимся к истории и вспомним, как получилось свое развитие Англии. Ворву технологии у более продвинутых стран, таких как Индия или Ирландия. А за счет чего выросли Штаты? За счет технологий, своронных у Индии и Англии. Благодаря чему сейчас у нас есть стильная промышленность, металлургическая промышленность и так далее. Конечно, это не называли воровством. Это было просто способом развития. Абсолютно каждая развитая страна прибегала к этому методу. И затем появляется то, что экономические историки называют «убрать лестницу». Вначале ты взбираешься по лестнице, после чего ты ее пинаешь, чтобы никто больше не смог по ней забраться. И это, в принципе, то, что лежит за всем происходящим. То, что скрывается за попытками помешать развитию китайской экономики путем давления на права интеллектуальной собственности. Ты слышал, что вы об этом говорили? Конечно, не в масс-медиа. Безусловно, тут ты можешь найти другие источники. Дин Байкер – хороший экономист. Он пишет об этом за пределами повестки дня. Кто-то мог бы предположить, что, поскольку Америка не является исключительно страной, не считая тех случаев, когда она может выделиться в негативном ключе, что случалось. Но что происходит, когда другие страны пытаются вести себя подобным образом? Как США реагируют на это, когда они также препятствуют развитию экономики? В концепции американской исключительности есть пара неправильных вещей. Одна из которых – это факты. Ты знаешь, да? Да. Другая – дело не в Америке. У каждой великой страны есть такая же исключительность. Взять хотя бы Британию. Когда весь мир был практически подвергнут геноциду, она восхваляла себя в своем величии. У них у всех была культурная миссия. Военное министерство Франции собрало армию для истребления населения Алжира. Если бы у нас остались записи от Натила де Ханте, то они были бы просто прибыльными добрыми делами. Да, в действительности, каждая страна считала, что она является уникальным источником добрых намерений из-за власти, которая у них была. Но в этом нет ничего исключительного. Хорошо, если это не исключительно, тогда что насчет обратного действия, когда другие страны, предположительно, пытаются препятствовать американскому экономическому развитию? Что они получают в ответ? Как они могут препятствовать американской экономике? Как мне кажется, хорошо, позвольте мне привести пример. Я не экономист, и здесь может проскочить моя несведомленность, но ты знаешь больше некоторых специалистов. Я предполагаю, что в какой-то степени Китай может помешать аллерге, предоставляя те же товары и услуги по более низким цедам. Кто выпускает их в Китае? Американские корпорации, кто хочет найти работу в Китае. Если американским корпорациям будут не понравившись китайские правила, они могут положиться куда-нибудь еще. Кстати, сегодня в одной статье New York Times говорилось то же самое. Это был ответ на некоторое давление со стороны Трампа. Я не знаю, видели ли вы эту статью, но там было написано, что существует некое воздействие на то, что происходит, и некоторые компании остановили свою работу в Китае. Но вместо того, чтобы возвращаться в США, они просто нашли другое место, где бы они смогли работать. Идея в том, что это несправедливо со стороны Китая ставить полное ограничение на придачу технологий или частичное ограничение на владение, например, к Боингу. Это не вопрос национальной политики. Но если Боинг не хочет, то никто не может силой заставить их инвестировать туда. Поэтому какое право у нас наказывать компании за то, что они ищут лучшие условия? Это совершенно независимо от того, за счет чего развивались мы в Англии и вообще все. Окей, еще один накипевший вопрос. Мы не будем все время отводить национальные политики. Это будет последним вопросом, поскольку я хочу обсудить еще другие темы касательно книг. Поэтому я начал с цитата Эммерсона. Но сейчас давайте поговорим о Северной Корее. Мне нравится обсуждать Северную Корею, Сирию и, возможно, Бразилию, потому что мы это уже затрагивали. И это достаточно интересно, но, по крайней мере, это то, о чем я раньше не читал. Хотя, возможно, это мое невежество. Что вы можете сказать о Северной Корее? Как ты знаешь, Трамп не мой любимый персонаж, но в отношении Северной Кореи он делает правильные вещи. И ему попадает за это по всем фронтам. Когда бы он делал вещи более-менее правильные? Почему? Я не знаю. Может, он стреляет стрелами, стекающими кровью. Чтобы не являлась причиной, давай глянем на Северную Корею, на современную историю. Я думаю, это было 27 апреля 2017-го. Встретились два корейца для переговоров и составления одного важного исторического документа. Это была Панунжомская декларация, которая оказала влияние на иностранные дела всех стран. Это было первым разом, когда они сделали не только риторическое обязательство на встречу к денуклеаризации и интеграции, но, как было замечено министерствами и странных дел, они сделали конкретное предложение, состоящее из шагов, которым они будут следовать. Документ утверждает, что эти два корейца договорились сделать это принципиально по своему желанию. По собственному желанию означает «не вмешивайтесь». Мы понимаем, к кому они обращались. Трамп – это единственная, по какой бы то ни было причине, ведущая фигура, кто более-менее подметил это. Сингапур, где Трамп подвергся жесткому осуждению со стороны либералов, консерваторов и вообще всех. И он просто сказал, «Хорошо, вы, ребята, можете делать так, как вы считаете нужным». И он даже ослабил то, что называлось провокационными американскими военными операциями в Южной Корее. Помните, что происходило? Все эти ядерные самолеты, парящие над Южной Кореей, и бомбы на границе страны, которую США просто уничтожили. Буквально уничтожили их, если возвращаться назад в ранние 50-е. Я хочу сказать, что к тому времени, когда война оказалась в тупике, что происходило? США массово бомбили. Они не могли найти больше мишеней. Если вы знакомы с официальной историей воздушных сил, то там описано, как мы бомбили плотину, что является большим преступлением в войне. Это интересно читать. Там написано о том, с какой эйфорией они бомбили эти плотины, и как огромные потоки воды затапливали поля риса, от которых зависело население. И азиаты с криками спасали из бегства. И это та страна, в которой сегодня мы летаем с ядерными бомбами на борту. Прямо на их границе. Поэтому да, это провокационно. И Трамп сказал, хорошо, давайте немного сократим. Я не утверждаю, что то, что он сказал, было замечательно. Хорошо, мы принимаем то, что Трамп говорит и делает, не всегда совпадает. Мне кажется, интересно, что после всего этого шума международная политика возвращается назад к тому, что могло бы восприниматься более реалистично. Я хочу сказать, что последний диалог прервался, когда США заявили, что до тех пор, пока вы не выведете все свое оружие, мы не будем ослаблять наши действия. Что лично для меня кажется абсолютно нереалистичным. Я не знаю историю изнутри, но мне это напоминает Пампео и Болтона. И кажется, что у Трампа как будто был инстинкт сказать, хорошо, дерзайте. На него своего рода надавили. Вспомни, ведь он подвергся нападкам со всех сторон. И либералы напали на него даже еще хлеще, как ястреба. Но, как я сказал, из всего большинства политических актеров здесь касательно этой проблемы, он кажется самым близким к тому, что я бы отнес за внимание той позиции, позволяющей двум корейцам поступать так, как они хотят, о чем они и попросили. И это то, что определяет мое собственное мнение, и я согласен. Если этот перецитированный кризис собирается разрешиться сам собой, это произойдет в какой-то степени внутри страны. Если мы не будем мешать, а будем просто держаться в стороне. В этом-то вся и надежда. Сила здесь не поможет. Да, я думаю, что Северная Корея осознает, что более крепкое соединительство с Южной Кореей принесет свою выгоду обеим странам. Президент Мун следует по очень разумному пути. Переведено и озвучено на студии Стаханов 2000.